Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом Америки. Законопроект об окончательном определении статуса государства подписала губернатор Ванда Васкис-Гарсет. Референдум, на котором будут решать вопрос вхождения, должен состояться осенью этого года. В истории вопроса разбиралась Асель Абдекалыкова. Пуэрто-Рико – это островное государство в Карибском море. Его жители, а это около трех миллионов человек, граждане Соединенных Штатов, не имеющие сейчас права голосовать на выборах президента. У Пуэрто-Рико с 1952 года статус неинкорпорированной организованной территории. Это значит, что государство находится под управлением США, но не является частью какого-либо штата. Ожидается, что референдум о новом статусе пройдет уже в ноябре этого года. Законопроект о проведении голосования подписала глава правительства. Ванда Васкес-Гарсет. На референдуме присоединение Пуэрто-Рико к США, по данным местных СМИ, будет единственным вопросом. В истории островного государства это уже не первое такое голосование. Последняя попытка была предпринята в 2017 году. Тогда за присоединение к США проголосовало абсолютное большинство. Пришло время для 3 миллионов 200 тысяч американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство. В январе 2020-го один из участников президентской гонки, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, пообещал разработать законопроект, который позволит Пуэрто-Рико стать 51-м штатом Америки. Однако уже в марте он отказался продолжать борьбу за пост президента. Важно отметить, что вхождение в состав Соединенных Штатов возможно только в случае одобрения Конгрессом США. Все предыдущие попытки голосования, несмотря на высокий процент одобрения, со стороны населения результатов не дали. Американский Конгресс после проходящих плебисцитов никаких действий не предпринимал. Асель Абдыкалыкова, Хабар, 24. Продолжение следует...